приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео посмотрим с вами на 8 лучших прим танков в игре которые продаются редко их нельзя купить постоянно как в прошлых топах мы разбирались про танки в боновом магазине или же про танки которые продаются за голду те танки можно всегда купить в любой момент они всегда доступны а это топ танков самых лучших в игре и как удивительно какое совпадение что все самые топовые прям танки по какому-то неведомому совпадению очень редко продаются ну наверное так совпало эти танки у меня все есть на многих из них три отметки есть поэтому мне есть что рассказывать про каждый из этих танков я на них прям наигрался сполна могу с уверенностью сказать что тут нету ни одного плохого танка тут есть сложные танки которые смогут реализовать далеко не все но есть танки и попроще так вот начинаем наш топ-8 и на восьмой строчки нашего топа как раз таки танк для всех прожета m46 броню этого танка рассматривать не будем но вот ттх посмотреть можно если вы до сих пор что-то в этом ттх не понимаете поскольку танк находится в игре уже давно он прошел у нас уже проверку временем несколько раз и по-прежнему находится на очень высоких позициях по статистике поэтому он у нас и на восьмой строчке находится что можно сказать про этот танк какие у него фишки и особенности наверное самое главное и самое прикольное это орудие хорошее пробитие невероятная стабилизация точность сведения комфорт стрельбы на высшем уровне орудие нормально опускается дпм скорострельность зарядка все класс альфа 240 не сказать что это много это прям таки посредственная уже альфа для восьмого уровня даже для стшки но это барабан на три снаряда который очень быстро раздается этот барабан перезарядка между снарядами малю пусенькая да и сами снаряды очень быстро заряжаются это возможно на какого-нибудь там бизонты или риночеронты ты сидишь там когда же там что-то под зарядиться сколько там секундочек осталось а вот на прожета m46 я лично когда играю я вообще не замечаю как эти снаряды заряжаются это происходит так быстро что я просто выдаю их сколько есть поскольку такая перезарядка вообще никак лично меня не напрягает для меня она очень малюсенькая и подождать эти несколько там секунд перезарядок не составляет никакого труда поэтому я считаю что это танк очень быстро заряжается и стрельба в нем одна из самых комфортных среди ст 8 не только премиумных а в принципе во всей игре очень комфортная стрельба вообще никаких жалоб к орудию она великолепная что еще у этого танка есть хорошая подвижность маневренность маскировка какая-никакая присутствует с обзором все нормально все параметры в порядке единственное что танк не прощает ошибки у него нет брони не ну как она типа не ноль и не минус она конечно же сколько миллиметриков есть но вот только враги и и не будут замечать нет такого пробития которое бы не пробила прожета м46 на восьмом уровне и даже шестерки которые будут встречаться нам когда мы будем попадать в топ если такое не дай бог случится у них тоже не будет особо каких-то проблем нас пробивать поэтому этот танчик про маскировку про вторую линию про поддержку про скорость про закрутить по кемперить менять позиции с кустика в кустик и приятная комфортная по кайфу стрельба если до сих пор по какой-то причине вы не приобрели этот танк если вы вот хотели комфортный классный прям танк и почему-то до сих пор у вас нету прожета то это странно его продавали миллион раз и уже можно было бы в какой то из этих миллионов раз его и купить поэтому имейте ввиду что он по-прежнему классный был классный не знаю ничего с ним не случится он всегда классный также на экране вы можете увидеть полевую модернизацию которую я рекомендую на каждый танк который попал сегодня у нас в топ по поводу оборудование на прожета здесь есть некие варианты я думаю что стабилизатор вентиляция это по-любому ставится а вот третьим оборудованием здесь вы можете поставить что угодно и прицел если хотите стрелять точнее хотя пушка очень точная и просветленную оптику если хотите видеть далеко и турбину если хотите ехать еще быстрее здесь на вкус и цвет все оборудования разные переходим к седьмой строчке нашего топа и это m54 ренеат этот танчик мне очень сильно нравится даже сложно сказать что мне больше нравится прожета или ренеат наверное для целевой аудитории прожета будет полегче поскольку ренеат обладает у нас большой уязвимой зоной на башне командирский лючок видим что командир видимо щеки отъел хорошие и таким большим щекам нужен большой лючок чтобы они туда влезли поэтому очень сложно спрятать лючок который находится вроде бы сбоку но чуть ли не посередине и как ни крути сложно его даже за стеной надо спрятать лоб башни очень бронированный от башни танковать можно но нужно попросить врага не стрелять в лючок если враг джентльмен то он будет сражаться достойно если нет то нет также неплохая подвижность как для тяжелого танка но броня в корпусе такая она вроде бы есть но звезд неба не хватает немного бортом иногда можно потанковать но лучше не стоит если ситуация не требует самое крутое что в этом танке есть помимо обзора большого огромного прям невероятного как для тяжелого танка еще бы с таким лючком мы видели бы мало с такого огромного лючка соседнюю карту видно так вот основное наверное из-за чего мне ренегат нравится это орудие во первых пробитие 226 б башкой прямо фарми не хочу орудия хорошо вниз опускается хорошая точность и сведения если ставишь дуб паек то орудие прям превращается супер приятное при том что стабилизация шикарная фармить серебро на ренеате одно удовольствие на мой взгляд это один из самых фармящих прям танков также в принципе как и про жетто но вот про жетто больше для целевой аудитории наверно подойдет поскольку его легче реализовать его стиль игры он более приятный что ли а вот ренегат он заставляет тебя потеть просто так начали на расслабоне в кустики на нем не посидишь ведь это не его стиль игры это все-таки тяжелый танк на нем нужно ехать играть броня у нас с уязевыми зонами очень доступными поэтому в этом все сложности заключается нужно себе подгадывать так моменты чтобы мы больше стреляли чем получали пользуется своей динамикой обладая должным скиллом ренегат очень хорошо фармить серебро и очень сильный танк поэтому на седьмом месте и находится но здесь скорее находится потому что слабые игроки не любят на нем играть и чаще всего слабых игроков на нем и нет поскольку танчик простым не назовешь но он мне очень нравится в принципе и прожета мне нравится и все танки в этом топе мне очень нравится просто не очень разные по поводу оборудования здесь снова же можно немного поэкспериментировать но можно начать и со стандартного оборудования досылатель стабилизатор вентиляция также можно добавить динамики досылатель стабилизатор турбина но вот куда сюда припихнуть закалку сложно сказать ну а полевую модернизацию вы на экране видите на шестой строчке нашего топа располагается неуловимый колесник настолько неуловимый что его можно было получить кажется один раз за марафон я его получил и больше его никогда не продавали не раздавали не выдавали и вероятно что когда-то еще он будет продаваться вероятность стремится к нулю но надежды все же есть что хочется сказать про этот танк он мне тоже нравится у него невероятная скорость понятное дело что у него как у колесника два режима в одном он быстрее едет но хуже поворачивает в другом он медленнее едет но лучше поворачивает так сказать один режим про маневренность а второй про быстрое преодоление огромных расстояний пробитие у нас скромненько но мы же легкий танк альфа 175 но у нас два снарядика и у нас барабан который очень быстро перезаряжается девять с половиной секунд перезарядка барабана это что за шутки такие у некоторых снаряд один заряжается как здесь барабан полторы секунды между снарядами внутри барабана опять же очень быстро так у нас еще и повышенное пробитие фугасом и мы можем погонять лтш каких-нибудь постреливая им в корму фугасиками плюс у нас великолепная маскировка небольшой размер и колеса которые раздражают вражескую стрельбу этот танк невероятный но опять же здесь управление колесника прыжки на кочках это конечно веселье не для каждого танчик хороший танчик сильный скиллозависимый очень интересный и наверное один из самых редких в нашем топе сегодняшнем поскольку когда и как непонятно броню этого танка мы смотреть не будем но на полевую модернизацию посмотреть можем а по поводу оборудования она тут стремится к одной сборке а именно просветленная оптика малошумка для того чтобы быть еще незаметнее ну и третье оборудование это коп для того чтобы лучше светить есть еще вариант вместо копа поставить вентиляцию у нас будет еще лучше маскировка и комфорт стрельбы улучшится при том что стрельба это классное сведение стабилизации и точность у этого танка прекрасные так еще и перезарядка бешеная тут скорее наверное два варианта смотря какая еще карта можно сделать себе две сборочки 1 на пострелять в более закрытых картах а вторая посвятить на более открытых картах следующий танк это пятая строчка в нашем топе это а стран рекс что можно сказать про этот танк это прям совокупность каких-то невероятных неожиданных непонятных вещей параметров это что-то с чем-то даже сложно сказать с чего начать но наверное начнем с подвижности 52 километра вперед 30 назад иногда можно и задом покататься ничего страшного но удельная мощность 14 с половиной танчик реально медленно разгоняется прям ленивый такой к тому же он супер маленький это прямо гномик какой-то в мире средних танков у него еще и броня есть мы можем посмотреть какая она замечательная у него лоб башни бронированный даже что-то там есть во лбу корпуса причем он такой низкий что стреляя в него вы чаще всего будете стрелять сверху вниз и в нлд брони будет больше чем в лд даже бортом на нем можно потанковать попробовать единственно что он такой коротенький маленький что это не так уж и легко выставить правильно угол когда танк длинный это делается намного легче также у нас еще и маскировка есть орудие опускается на 10 градусов такой малюпусенький танчик с десятью градусами уэнов это реально прикольно но вот дальше идут такие вот интересные вещи как орудия 5 снарядов в барабане это барабанный танк но между выстрелами перезарядка четыре секунды это прямо долго и пока весь барабан раздашь можно просто обалдеть иногда размывается такое понятие как враг на перезарядке я выйду раздамом барабан пока ты будешь ему раздавать барабан он может успеть тебе несколько раз в ответ стрельнуть поэтому раздача барабана на стран рексе это то дело которому нужно подходить с умом и здесь нужен опыт знание перезарядок поскольку полный барабан раздать за один раз тяжело если вы хотите бесплатно его раздать а не терять свое хп направо и налево также пробитие у нас основным снарядом всего лишь 190 но всегда придет на помощь голда которую многие на этом танке заряжают и не особо это танк про фарм получается точность у нас тоже хромает 041 но сведения 1 и 9 также броня у нас хоть и присутствует особенно во лбу башни но лючок на башне такого большого размера что для некоторых низко уровня их танков это вполне бы сошло в целом за башню так что игра от рельефов она хоть и приветствуется но помните что уязвимая зона на башне огромная полевую модернизацию вы можете посмотреть на экране а про оборудование я скажу следующее здесь на любителя за счет того что танк очень медленно разгоняется некоторым будет тяжело на нем играть и танк очень скиллозависимый и заставляет подумать и нужен очень большой опыт игры чтобы это реализовать многим танк не зашел но я на нем по кайфу набил три отметки я набивал не совсем с таким оборудованием которое может понравиться всем я не увеличил ему скорость она у него максимально хоть и хорошая но он медленно разгоняется многие ставили турбину я же не ставил я ставил все на точность стрельбы и мне было по кайфу играть я получал удовольствие мне танк понравился было очень интересно выходить на раздачу барабана с пониманием того что сколько снаряда могу раздать полностью не полностью и прямо выходил на эти моменты и это было очень интересно я ставил вентиляцию стабилизатор и прицел поскольку точность у нас хромает барабанный танк не дает возможность поставить рассылатель поэтому ставим вентиляцию ну и стабилизатор куда даже без него. Но вы можете, конечно же, поставить турбину вместо вентиляции, либо же вместо прицела. Но танк неспроста находится так высоко в нашем топе, поскольку по статистике он так и находится очень высоко. Я уверен, что слабые игроки вряд ли на нем играют, но сильные вот такой огромный результат на нем набивают, что Астрон Рекс в нашем топе занимает аж пятую строчку. На четвертом месте самых имбовых и редких премтанков у нас Тайп-5 Кори. Он только-только вот появился и уже здесь, уже в топе и почему-то уже редкий. А все просто потому, что его же на короткий промежуток времени добавили в продажу и все уже не продается. А когда будет в следующий раз продаваться, непонятно. И почему-то я сомневаюсь, что его очень скоро добавят на постоянную продажу, поскольку по статистике он очень высоко. Но разработчики на стриме, где отвечали на всякие вопросы, сказали, что не видят имбовости в Тайп-5 Кори. Ну раз они не видят, просто пользуемся танком, пока они не видят. Я скажу так. Некоторые игроки, которым возможно не хватает скилла, не понимают, где у этого танка броня. А раз брони нету, то почему этот танк хороший? Но ведь этот танк, вы вообще видели, чтобы он прям на серьезных щах стоял танковал? У него же броня есть только в маске. Там брони прям много, можете посмотреть на коллежен модели брони. А в самой рубке вокруг маски 200 мм. Что такое 200 мм на 8 уровне, где обычные снаряды чаще всего пробивают больше 200 мм. А если зарядить голду, то что мы там вообще будем танковать? А если еще и корпус будем подставлять помимо рубки? Поэтому этот танчик имеет броню в маске, но он не про танкование. Он про маневренность, подвижность и комфорт стрельбы. Орудие обладает хорошим пробитием, что основным ББ снарядом, что голдовым ББ снарядом. Быстрое сведение, хорошая точность, невероятный ДПМ, альфа 500. Орудие опускается на 7 градусов, это неплохо. Нехорошо, неплохо, нормально. Я играл на нем сначала турбина, закалка, досылатель. Но потом заметил, что снаряд не так часто летит в середину, как у некоторых других ПТ, на которых я играл. Совпадение это или закономерность, но я поставил вместо закалки прицел. Теперь я попадаю немного чаще. Вот такие две сборки я на этом танке предлагаю. Досылатель, турбина, закалка. Досылатель, прицел, турбина. Полевую модернизацию на экране вы видите. И этот танк, он не самого маленького размера. Пробивается он, не сказать, что сложно. Поэтому его можно вполне себе назвать не самым простым и легким танком. Люди, у которых есть скилл, они могут себе позволить даже на таком танке без внушительной брони, без башни, играть активно, не получать урон. Еще и при этом настреливать самим. Люди, у которых скилла поменьше, им, наверное, тяжело такой танк реализовать, поэтому они в нем не видят имбы какой-то. Возможно и разработчики в этом тоже не видят имбы, поскольку целевая аудитория не может реализовать этот танк. Но статисты, ой как могут реализовать этот танк и какую же средуху они на нем невероятную набивают. Поэтому этот танк тут и находится, поскольку он может показывать невероятный результат. И ни на каком другом премтанке 8 уровня нету такого огромного количества реплеев, где урон приближается и даже переваливает за 10 тысяч. На каком еще премтанке вы можете найти реплеи, где часто набивают 10 тысяч урона. А я вам скажу, что дай бог, если на остальных сильных премтанках люди набивают в своих лучших боях по 8 тысяч. Танк только появился и у него уже огромное количество реплеев с невероятными цифрами урона. Далеко не каждый танк такое может себе даже представить. Да, я согласен, что этот танк не самый простой и самый легкий. Но в этом вся и фишка, суметь дойти до того уровня игры, чтобы реализовать вот такое. Это же возможно, люди же это показывают. Значит это вполне реально. Ну а если вы не можете такое реализовать, то танчик на 8 строчке нашего топа, прожатый М46, наверное один из самых легких и простеньких среди всех танков, которые мы в этом видео посмотрим, вам наверное туда. Тот танчик не вызывает раздражения ни у статистов, ни у целевой аудитории. Следующий танчик это у нас Шкода Т56. Этот танк уже приличное время находится в игре. Какую-то более-менее проверку временем он прошел. И он по-прежнему очень высоко занимает третье место по статистике. Что можно сказать про этот танк? Давайте сначала рассмотрим его броню. Корпус во лбу не особо бронированный. Но вот борт невероятно бронированный за счет того, что он имеет такой вот скос, даже я бы сказал каемку, из-за чего приведенная броня невероятная в борту. Но очень толстый шов там, где соединяется ВЛД и борт, там тоненькая полосочка, которая легко пробивается. Поэтому если мы танкуем бортом, то нужно танковать именно бортом. И ничего кроме него не показывать, поскольку ВЛД пробивается и НЛД не сильно сложно. Основная фишка брони этого танка в том, что у него башня невероятно бронированная. На ней на щеках экраны. Но вот с одной стороны экран немного не достает до маски орудия. И там дырка, которая иногда пробивается. Так в целом башня вся супер крепкая. Но есть небольшой лючок. Это и есть наша зимая зона. Плюс иногда вот между экраном и маской орудия небольшое такое пространство, которое оно крепкое, но недостаточно, чтобы танковать все снаряды, которые мы можем встретить. Поэтому броня в целом хорошая. Танк не супер высокий, УВН 8 градусов. И в целом это комфортно. Перезарядка у нас почти 24 секунды. Между снарядами 3,5 секунды. Снарядов в барабане 2. Альфа 460. Это невероятное сочетание альфы, ДПМа и барабана. Вот за счет этого сочетания танк набивает ровные цифры урона. За счет этого он и находится так высоко в нашем топе. Точно так же как и десятка ВЗ-55, так и Шкода Т-56. За один игровой момент, где враг ошибся, а мы этим воспользовались, мы можем 2 снаряда реализовать. Причем они с альфой. И это будет много урона. 920 урона в барабане, который мы раздаем за 3,5 секунды. Вот мы стрельнули, 3,5 секунды прошло, стрельнули еще. Все. Вот и весь барабан, 920 урона уже в кармане. Это классно. Что еще можно хотеть? Но есть и некоторые минусы в этом всем. Это пробитие. Основным снарядом 208 это такой вот более-менее посредственный результат. 208. Не сказать, что это прям плохо, но и бывает намного лучше. Всегда придет на помощь Галда. Поэтому этот танк не сказать, что прям сильно профарм серебра. Скорее нет. В нашем топе профарм серебра в основном 2 танка. И находятся они на 8 и 7 месте. Это Прожетто и Ренегат. Остальные танки не особо профарм. Еще более-менее можно наверное на кори пофармить. Остальные танки очень сильно любят стрелять голдой. Да и реализовать их могут чаще всего только статисты. Максимальная скорость 35, назад 15. Некоторые любят ставить на этот танк турбину. Я же играл и набивал 3 отметки без турбины. Не сказал бы, что мне прям как-то было плохо без нее. Или сложно было 3 отметки набить. Просто я люблю комфортную, точную, классную стрельбу. Поэтому я поставил все на орудие. Вентиляцию, стабилизатор, прицел. Можно вместо прицела поставить турбину. Можно конечно же еще и закалку воткнуть вместо вентиля. Тут уже все в ваших руках. Танк невероятно классный. Но есть люди, которые жалуются, что видите ли, в лоб корпуса их часто пробивают. Но если бы еще лоб корпуса был бы бронированный, я не знаю вообще. Какой результат бы был у этого танка? Он бы явно был бы на первом месте в нашем топе. Мне кажется тут некоторые игроки сильно много хотят. Если лоб корпуса не танкует, значит нужно танковать бортом или башней. Или играть из-под тяжка или на второй линии. Вот мы подбираемся уже к самым лучшим премтанкам, которые редко продаются. Кого вы тут хотели увидеть? Конечно же БЗ-176. Кто еще здесь мог быть? Уже осталось всего два места. Вот топ-2 и топ-1. Где-то же он должен был всплыть, этот БЗ-176. Не мог же он утонуть и не попасть в наш топ. Ведь мы уже перечислили почти все более-менее играбельные танки. Если посмотреть топ-танки за Боны, топ-танки за Голду и вот теперь этот топ, то более-менее все играбельные танки мы уже почти перечислили. Осталось еще топ-1 посмотреть и все. Поэтому, ну, очевидно, что вот он здесь. Второе место заслуженное. Этот танк недавно вот на Новый год можно было получить из новогодних коробок. Все, больше нигде. Когда он будет в следующий раз продаваться? Не знаю, мне кажется не скоро. Поскольку токсичность этого танка... Напишите в комментариях, где она. На каком она уровне по 10-бальной шкале. Сначала посмотрим броню этого танка. Она невероятно крепкая. Небольшая полосочка НЛД пробивается легко, но в нее не так уж легко попасть. Потом идет у нас такое двойное ВЛД, что одно, что другое танкует хорошо. Но если мы находимся выше БЗ-176, то он пробивается в ВЛД не так уж сложно. Но это нужно быть заметно выше него. БЗ-176 не сильно высокий танк. Иногда не сложно быть выше него. Если у вас хорошо опускается орудие и вы в клинче с ним бодаетесь, есть вариант проверить насколько легко у него пробивается ВЛД. Есть огромная вероятность, что в клинче вы будете его пробивать ВЛД каждым выстрелом налегке. Но вот доехать до этого клинча и нужно оно вам или нет, это вопрос другой. Также броня во лбу башни. Она очень крепкая и даже борт башни супер крепкий. 152 мм броня в борту башни это че так много-то? Иногда даже в борт башни стреляешь не пробиваешь. Не говоря уже про лоб, корпуса, башни там и все остальное. Танк супер крепкий. Да, у него есть два лючка, они малюсенькие, они пробиваются, но в них надо попасть. Также крыша наклонена вперед и врагам всегда ее видно чаще всего. Если мы залезем на какие-то рельефы и будем выше врагов, то крышу они не увидят. Но если мы даже на ровной поверхности стоим, крыша наклонена к врагам и они ее часто видят и могут в нее стрелять. Если у врагов очень большой калибр, то они будут пробивать по правилу трех калибров черкачом по крыше. БЗ, стреляя в БЗ, ББшками, может спокойно пробивать его в крышу черкачом, поскольку у самого БЗ огромный калибр. Толщина крыши 41 мм. По правилу трех калибров наш калибр орудия должен быть в три раза больше, чем толщина, чтобы пробивать его по касательной. Поэтому если у нас 123 калибр и больше, то мы пробиваем крышу налегке. Здесь всякие пушки ИС-6 немножко заплакали, поскольку у них буквально чуточку не хватило, чтобы пробивать этот танк каждым выстрелом. Броня невероятно крепкая. Так у нас еще и максималка 30 вперед 15 назад. А если мы еще нажимаем ракетное ускорение, то максималка 45. А если мы турбину поставим, то будет еще больше. Поэтому многие ставят на БЗ-176 турбину. Что касаемо орудия, у нас УВНы 10 градусов. Обалдеть. У нас есть скорость, ракетные ускорители. У нас есть броня невероятная. У нас огромный дрын фугасный. Так оно еще и опускается на 10 градусов. Пробитие основным снарядом небольшое. 208. Альфа 650. Это если мы будем стрелять ББшкой. Но такой ББшкой можно пробивать всякие крыши. Каким-то бронированным танком. Допустим, вот БЗ-176 может спокойно ББшками в крышу пробивать такой же БЗ-176. Вайпера в крышу можно спокойно пробивать. Его даже ИС-6 ББшками в крышу пробивает черкачем. Мы так тем более сможем. ИС-6 тот же самый, тоже в крышу легко будет пробиваться. У некоторых танков крыша корпуса или крыша башни такая тонкая, что большие калибры спокойно их пробивают. Но это нужно разбираться в ТТХ танков, в броне, в коллижен модельках. Тогда вы будете знать заранее на кого какой снаряд готовить. Ну а большинство стреляют с этого орудия на БЗ-176 фугасами. Фугасы здесь как голда и пробитие в 225. Альфа у этих фугасов 800. Это прямо невероятно. Что касаемо оборудования, многие ставят турбину, стабилизатор, досылатель. Герой на экране, который играет бой, который набил много урона, играл с вентиляцией, турбиной, досылателем. Я вот думаю, что такая стабилизация плохая. Игрок не поставил стабилизатор, и видимо орудие и так сверх стабилизированное, подумал он. Ну а полевую модернизацию вы как обычно можете видеть на экране. Танк невероятно сильный во многих местах. Если когда-нибудь этот танк будет еще продаваться, задумайтесь, когда увидите его. Но скажу вам по секрету, это фугасница, и она, не сказать, что прям приятная в стрельбе. Вы же видите, что прицел кривоватый. Выцеливать какие-то там уязимые зоны вдалеке, с большого расстояния, это комфортным не назовешь. Ну а с вертухи бахать впритык можно даже с такого. Также очевидно, что этот танк, наверное, не славится фармом серебра. Это, я думаю, очевидно. Итак, самый сильный премтанк по статистике, который редко продается. Которого нету постоянно в продаже. Наверное, когда я назову его, вы уже, наверное, увидели на экране его. Вы подумаете, да, ну и все, закрываю видос, фигня какая-то. Но ведь он на первом месте по статистике, это бураск. Да, его не любят, игроки послабее, которые играют похуже. Но какие результаты на нем набивают игроки, которые играют получше. И он занимает первое место. Да, у него пробитие основным снарядом 190. Да, он голдозависимый, на нем в основном все играют на фулл голде. Также на нем еще легко слиться, в нем ноль брони. Ну как ноль. Образно говоря, ноль. Какая-то там броня есть, но танковать ей невозможно. Этот танк про маскировку, про быструю смену позиции, про быстрый барабан с альфой, который быстро раздается, про игру от стабилизации, пыщ-пыщ и уехал. Этот танк чисто про скил. Никаких ошибок он не прощает. Брони в нем очень мало. Ничего он не танкует. Он еще и плохо поворачивает. Люди, которые на нем умеют играть, они понимают, что во время того, как поворачиваешь на бураске, нужно кнопку W ехать вперед бросать и нажимать кнопку поворота. При таких действиях бураск будет быстро поворачивать. Ну а если продолжать нажимать ехать вперед, он вообще почти не поворачивает. Очень большой круг делает, чтобы развернуться. Вам полкарты понадобится, чтобы развернуться. Но при этом, при всем, танк очень классный. Перезарядка 21 секунда с половиной. 2 секунды между выстрелами внутри барабана. Перезарядка. И всего снаряда в барабане 2. 2 снаряда по 360. В общем, мы подлавливаем кого-нибудь из-под тяжка, либо кто-то КД, либо ошибся. Выдаем ему 2 снаряда. И за счет скорости, за счет маскировки исчезаем. Потом, через время, через 20 секунд, появляемся снова откуда ни возьмись. Даем 2 по 360 и опять исчезаем. Вот такой геймплей у бураска. У нас мало хп, у нас мало брони. Но у нас много маскировки, прям вообще дофига. На пустом танке, без перков, без ничего вообще. Маскировка 19 с хвостиком. Вообще, танк голый. Просто там 100% экипаж, без ничего, без перков, без оборудования, без расходников. 19. Вы представляете, насколько это много? Максимальная скорость 62 вперед, 23 назад. Танк невероятно быстрый. Геймплей на нем очень бодрый, веселый, не грустный. Но это если у вас есть скилл. Если скилла нет, то, наверное, печально будет. Если вы будете каждый раз ошибаться, долго на нем не проживете. По поводу оборудования, оборудование здесь следующее. Вентиляция, стабилизатор. Это по-любому мы ставим. А вот третье оборудование. Здесь можно поставить улучшенные механизмы поворотов, чтобы добавить еще стабилизацию и быстрее крутиться, вертеться. Здесь можно и просветленку поставить, и малошумку поставить, чтобы вообще исчезнуть. Но что я не советую ставить, это приводы наводки, чтобы быстрее сводиться. У танка плохое сведение, он очень долго это делает. Я пробовал на нем играть с приводом и наводки. Танк все равно долго сводится, и смысла в этом никакого нет. Легче всего стрельнуть два раза от стабилизации, перезарядиться и еще стрельнуть два раза. От того, что вы там чуть-чуть быстрее сведетесь, на самом деле немного что изменится. У танка прекрасная стабилизация, и легче стрелять от нее. Прям какого-то сильного улучшения в стрельбе за счет чуть более быстрого сведения вы не заметите. А вот третье оборудование лучше потратить на что-то более важное. Можно также еще поставить экспериментальное оборудование, система управления огнем. Там и сведение, и стабилизация. В таком случае комфорт стрельбы вырастет заметно. Вот такой у нас получился топ-8 самых сильных премтанков в игре. Как ни странно, все эти танки у меня есть. На всех на них я наигрался, на многих взял три отметки. Каждый из этих танков могу рекомендовать. Они все классные, каждый по-своему. Некоторые из этих танков нравятся в основном статистам. Некоторые танки нравятся абсолютно всем. Здесь смотрите сами на свой вкус. Пишите свое мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь. Всем удачи. Играйте красиво.